При падении и резком снижении лифта в первую очередь защищаем голову и шейный отдел позвоночника. Основание ладони, закрываешь глаз, пальчики уходят на череп, большой палец закрывает песочки, локти сведены и прижимаешь к грудной клетке. Вот, всё, падаешь. Положение лёжа самое надёжное, рассказывает врач скорой медицинской помощи Олег Нестеров. Если прилетит железо, стекло, фонари, даже трос, у тебя голова защищена, шея защищена, клетка защищена. Ноги сгибаем в коленях, чтобы уменьшить площадь повреждений. Если лифт маленький или в нём несколько человек, можно принять положение полусидя. Голову закрываешь точно так же и летишь вниз. И потом, когда при падении у тебя руки здесь, голова пойдёт, если вниз она, локти её фиксируют, и ноги просто свалишься и, возможно, самортизируешь. Что-то такое, кружинное сделать. Кружинное надо сделать, как бы в позу эмбриона. От падения лифт защищают специальные тросы. Каждый лифт, у него есть тяговые канаты, от трёх и более. Поэтому порваться все три, это против лица 4, сложно. Есть и система экстренного торможения. Она сработает, если скорость лифта внезапно увеличилась и если кабину начало трясти. В движении нельзя баловаться, как у нас говорят, толкать друг друга, для того, чтобы вроде как кабину раскачивать. Прыгать нельзя, однозначно нельзя, потому что вот это вот мгновение, которое оно, как вроде бы канат даже, он и не набрал большую скорость, а вот оно произошло, вот это сотрясение, и кабина сядет на ловителя. Застряли, вызывайте диспетчера. Никаких попыток выбраться самостоятельно и беспорядочного нажатия кнопок. Как слышно нас? Слышно, хорошо. Проверка связи. По нормативу освободить из кабины должны в течение получаса. Чтобы не паниковать, психологи советуют рационализировать ситуацию. Прямо рассуждать, почему я боюсь сейчас, почему мне сейчас страшно. Постараться объяснить себе, что вот эта ситуация, это всего лишь эта ситуация. Бывают, ну, катастрофы, конечно, и с лифтами в том числе, но катастрофы бывают и на поездах, на самолетах, на машинах. Почему именно сейчас, именно с вами должна произойти эта катастрофа? Поможет и отвлечет пение, составление, к примеру, списка покупок, а еще рекомендует сесть на пол и опереться на стену, чтобы внешняя опора создала ощущение надежности и спокойствия внутри.